друзья всем привет мы с вами как всегда находимся на канале флагман рыбалка и туризм и сегодня у нас пойдет речь о ловле карася весной на флэд фидер казалось бы обычная простая рыба из детства но не все так просто особенно весной когда еще холодная вода карась неактивный малоподвижный и нужно подобрать нему ключик я хочу с вами поделиться своими наработками по корму по выбору точки в принципе подходе ловли какие в принципе водоемы выбирать для ловли карася ранее весной хорошо подойдут мелководные пруды чаще всего после схода льда именно на таких водоемах карась начинает первым свою активность водохранилище убираем на задний план потому что объем воды достаточно большой и карась просыпается позже идеально начинать свою рыбалку с мелких водоемов неважно это платные пруды либо просто какие-то там дикие старицы выбираем как всегда участки с более мелкие они могут быть какие листы так с твердым но мы точно также могут быть участки с ракушняком карась принципе такая рыба что привязываться к рельефу дна очень часто это неправильно поисковая система работает лучше всего потому что карась часто меняет предпочтение как в насадках при кормках точно так же и в местах обитания место ловли на водоеме на самом деле все просто мы выбираем вершину водоема либо заливы карась уже смещается туда на глубоких участках он не держится поэтому весной ловля производится всегда мелководных участках неважно пруда водохранилище либо каких-то заводей реки где нет течения выбор точки для ловли карася раньше я еще с классического фидера пытался все время найти ракушняк переход твердого дна на мягкое одно там бровки для карася это не всегда важно как правило на прудах особого рельефа нет и для карася будет лучше всего работать поисковая система мы используем небольшие флеты и делаем регулярно перезабросы там допустим через 15 минут это интервал 10-15 минут получаем поклевку потом клипсуем удилище и уже начинаем бросать в одну точку приблизительно и снимать оттуда рыбу то есть как показала у меня практика такой способ работает лучше всего не привязывайтесь особо к рельефу при ловле карася большую роль при ловле карася на флет фидер играет именно монтаж при кормке и в принципе все что связано с монтажом назову это так первую очередь размер флетов если стандартные флеты для карповой ловли имеет достаточно большой размер то для ловли карася это вот такие вот микро флет размером буквально там три сантиметра на полтора малый расход корма малая подача корма в точку ловли рыбу мы не перекармливаем и в принципе карась такая рыба с которой нужно все время играться мы можем менять разные вкусы запахи корма цвет и точно также смотреть реакцию поэтому запоминаем микро флеты используем для ловли карася еще один интересный момент когда я начинал ловлю на флет карася я экспериментировал с размером то есть брал два удилища на одной и той же дистанции ловил с большим флетом но увеличенным стандартным скажем так и таким микро флеты поклевки намного чаще происходят именно на микро то ли кормовое пятно не так настораживает рыбу то ли малый объем корма легче рыба потребляет и происходит поклевка не знаю как это объяснить но во всяком случае для ловли карася не нужно использовать большие флеты монтаж который мы используем это всегда онлайн летом весной неважно все время использую онлайн самый обычный вяжется сразу на основной леске такими флетами нет смысла использовать тяжелые там экстра хэви удилище поэтому я пользуюсь как правило длиной 330 максимум то есть ловля происходит на коротке на дистанции там до 40 метров это 0 2 0 22 леска in line коннектор и поводок то есть никаких мундреных монтажей здесь нет ну и конечно же in line у нас самая чувствительная оснастка на которой лучше всего видно поклевки так как карась может быть неактивным даже на коротких поводках не могут быть еле заметными если вы смотрели видео мы снимали в декабре там поклевки буквально еле заметны переходим к следующему параграфу карасевой ловли это крючки то есть у меня есть два вида крючков которых я использую чаще всего это гранд фидер четвертая серия и супер фидер в основном ловля ведется не на волос прям ножевые компоненты такие как мотыль опарыш и червь которые насаживаются непосредственно на крючок номера 12 и 14 12 номер когда рыба более активная 14 номера когда рыба более пассивно поводочный материал который использую это леска как правило 0 16 0 18 если крупный карась тогда можно использовать тонкие поводочные материалы допустим тот же плетеный поводочные 10 10 лб крючки такой формы мне нравятся именно за счет широкого поддела у них всегда хорошая засечка и минимум сходов еще хочу дать совет по выбору удилища для ловли карася на флет как правило такие флетики они небольшие весом до 40 грамм поэтому нет смысла брать удилища 39 с тестом до 150 грамм и ним пытаться ловить то есть здесь подойдут идеально палки длиной 333 метра для ловли даже f1 я вам рассказывал уже в одном из фильмов что это и показывал на них будет более приятно ловить и в принципе они более чувствительны поэтому не стоит выбирать дубины так называемые получайте удовольствие от ловли используйте лайтовые снасти для ловли карася а теперь поговорим о самой важной составляющей в ловле карася на флет ранней весной это прикормка тоже есть некоторые наблюдения наработки с которыми хочется с вами поделиться в первую очередь прикормка для ловли карася должна быть светлого цвета то есть темные прикормки работают гораздо хуже второй момент прикормка не должна быть резких запахов единственный резкий запах который любит карась это чеснок если они будут приторно сладкие там приторно кислые еще какой-то резкий запах прикормка не годится особенно по холодной воде я выбрал три корма для себя которые в принципе считаю очень успешные и можно с ними отправляться в принципе на любой водоем номер один это чеснок это классическая фидерная прикормка смотрите неважно если на пакете не написано что это методный корм это не значит что его нельзя использовать для ловли на флет любую прикормку степенью увлажненности можно сделать подходящей для ловли на флет фид поэтому абсолютно любая прикормка не знаю на полках магазина может служить вам для ловли на флет прикормка как я уже сказал светлая имеет запах чеснока и с детства все знают что ловля карася на прикормке запахом чеснока всегда приносит хороший результат поэтому предпочтение пока у него не поменялись и я ее использую довольно часто дальше идут прикормки более яркого цвета и уже более сладкого вкуса это тигровый орех также прикормку использовал и в холодное время года и летом показывала очень хороший результат имеет средне крупную фракцию и третий вид корма это кукуруза прикормка имеет нейтральный запах и также отлично показывала результаты по холодной воде и летом то есть вот таких три корма чеснок тигровый орех кукуруза который я беру с собой на весенние рыбалки для ловли карася ранее весной я использую не просто насыпучую прикормку а добавляют туда живой компонент виде кормового мотыля либо подрезанного мотыля то есть живые составляющие тоже должны быть тогда рыба реагирует еще лучше если хочется поэкспериментировать запахами за счет малого объема кормушки можно всегда играться со спреями это иногда приносит хороший результат то есть вы на общем кормовом пятне которая образовалась уже во спустя некоторое время ловли выделяете насадку даже кормушку новым запахом для этого есть спреи тоже слива кукуруза тигровый орех ананас то есть практически все сладкие которые используются для ловли карася иногда это довольно заметно продолжительное время если нету поклевки начинаете экспериментировать пробуйте наносить разные спреи видите отклик рыб еще хотелось бы добавить очень важный момент в ловле карася на флет что не нужно создавать обильный стартовый закорм неважно там при ловле на флет вы можете это сделать классической кормушкой фидерной поставить закормить либо рогаткой либо еще каким другим способом этого не стоит делать потому что можно просто выключить точку особенно по холодной ванде не дождаться поклевки поисковая система только поисковая система у такими вот флетами вы вы увидите результат для ловли карася берите всегда с собой большое количество насадок потому что рыба достаточно часто меняет предпочтение свои она может клевать с утра на мотыля потом переключиться резко на опарыша червя пуфики т.д. и т.п. то есть всегда в арсенале имеете и живые компоненты и такие насадки как пуфики и пенопласт живые компоненты мы используем для ловли на поводках на микро флетах это 8 сантиметров поводочек на поводках 8 сантиметровых пуфики и пенопласт используем на коротких поводках 3-4 сантиметра то есть это получается у вас насадка приподнята над кормом часто ее карась просто заедает как всплывающую частицу от основного корма с кормушки вот друзья в принципе все советы которые хотел я вам дать по поводу ловли карася пробуйте ловля на флет очень результативно и очень интересное подписывайтесь на наш канал ставьте лайки комментируйте видео я вам с удовольствием отвечу с вами был кучерявинка растислав до встречи на водоемах